Как-то летом на рассвете загляну в соседний сад. Не только песня помогает, но и желание помочь нашим ребятам. Вот уже почти год группа волонтеров старой части города плетет маскировку на сети. Скоро нам уже будет год. За это время уже наши девочки сплели 185 сетей, шили более тысячи трусов и бриджи для госпиталя. У нас не было ни одного выходного. 31 декабря, 8 марта, Пасха, Курбан-Беорем. Каждый день здесь есть люди. И это замечательно. С утра до ночи, без выходных, обеденных перерывов, клетка за клеткой, сплетают эти женщины защиту для своих и чужих сыновей и внуков. Солдаты наши приезжают и говорят, пожалуйста, помогите нам, сети нужны. Вот тогда мы вообще сидим до ночи. Чтобы помочь нашим бойцам победить, чтобы быстрее закончились военные действия. Если не мы, то кто? В цехе есть шкаф гостинцев. Здесь собирается все, что заворачивается в сети. Конфетки, перчатки, кремы, детские письма. Мусульманские, православные. Все для того, чтобы все обереги, чтобы нашим ребятам было комфортно, и они знали, что мы их помним и ждем. В этом пункте плетут не только маскировочные сети, но и девочки здесь шьют такой необходимый для фронта предмет трусы. Здесь их уже более тысячи. И для того, чтобы поднять бойцам настроение, не отказываются и от веселеньких расцветок. Из сети здесь сплели российский триколор и уже побывали с ним на параде победы. Сейчас ждут следующего. А пока здесь повесили календарь обратного отсчета. Волонтеры хотят успеть к годовщине своего открытия сплести двухсотую сеть. Это что у вас за календарь? Это последний календарь. Пошел обратный отчет. Это сколько сетей осталось до двухсот. Если каждая сеть хотя бы спасет, накроет одного нашего солдата, это что-то. Очередную партию маскировочных сетей волонтеры отправят с ближайшим гуманитарным грузом. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Новости Зайнска.